МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я Влад Чужов. Мне 45 лет. И да, у меня обострённое чувство справедливости. 90-е мне это чуть не стоило жизни. Но я научился решать проблемы сам. Вначале свои, потом чужие. Есть проблемы? Будем решать. Мне письмо с пометкой срочно. Ага, ещё и прикреплённое видео. Давайте посмотрим. Здравствуйте. Я из педонстанции. У вас тараканов в подвале травило. Все вентиляционные решётки обработают гелем. Иначе все тараканы полезут к вам в квартиру. А почему же вы жили завтрак? Никакого не предупредили. Было объявление внизу, на первом этаже. Вы просто не видели. Я-то понимаю, ну а где же сейчас гель возьмем? Так. О, есть. Один. Спасибо. О, да это наш клиент. Чудо геля от тараканов. В письме указан телефон и имя девушки, которую прислала. Это Лиза. Сейчас мы ей позвоним. Тридцать ноль восемь. Алло. Здравствуйте, это Лиза? Да, всё ретно. Это Влад Чижов. Вы мне только что прислали видео с чудо-коммерсантом, который предлагает гель от тараканов. Да, Влад, как хорошо, что вы позвонили. А скажите, пожалуйста, да, вот эта женщина в комбинзоне, она и к вам тоже заходила? Смотрите, да, заходила ко мне, но я её прогнала, и очень хорошо, что это сделала, как я понимаю, да, потому что только что звонила в управляющую компанию, и у нас никаких тараканов не травят дома. Но это вы большая умница, что вы её выгнали. Она пошла по этажам ниже. Скажи... Тоже, видимо, всё предлагать. Лиза, а не смогли бы вы проследить за этой женщиной? Я хотел бы подъехать к вам. Хочу вывести на чистую воду этих прохиндеев. Да, конечно, конечно. Можете мне прислать смс-кой вот на этот номер, свой адрес? Да, хорошо, сейчас всё сделаю. И буду тогда ждать вас. Всё, спасибо, договорились. Всё, вам спасибо. Ну, вот так. Всё, по матрёшкам выезжаем. Поедем? Да, Лиза, слушаю. Влад, я хотела бы спросить, а вы с кожей подъедете? А, Лиза, вот буквально сворачиваю на бульвар, так что буду у вас через пару минут. Понял. Будьте на связи. Лиза, вижу вас. Здравствуйте, бдительная Лиза. Ну что, рассказывайте, что тут происходит, пока я ехал. Ну что, пока вы ехали, она прошлась по всему моему подъезду и пошла уже в следующий подъезд. Понятно. Ну, давайте мы её хлопнем. Пойди. Не обратили внимания, с кем она работает? Есть ещё кто-то, подельники или кто-то ещё? Никого не видно вообще. Вот она одна хотела. Ну, это не говорит о том, что их нет. Так, кот есть? А, нету, у меня только цвыло. Ну, как раз. Здравствуйте. А что здесь происходит? Что случилось? Вы какая бдительная, прям сходу. Нет, ну что это такое? Меня зовут Влад Чижов, я снимаю программу на канале ЧН, называется «Решала». Ловлю всяких мошенников, и вот сейчас у вас в подъезде орудует одна неприятная особа. Короче, продаёт гель для тараканов. Ну, ерунду какую-то, по сути говоря. Поймайте. Всё, спасибо. Попрещайте, как следует. Это она уже шарашит. Угу. Я сама их пользуюсь, конечно, и для здоровья, и для всех. Конечно, ну что вы. Да, вот, держите. Да, 500 рублей это идти. Ну, она идти, которые, да. Здравствуйте, Дедра, не уходим. Не-не-не, никто не уходит у вас. Вы не пугайтесь, пожалуйста. Ну что? Хм, а что тут камера? А вы кто такая? Мы-то знаем, кто. Вы-то кто? А я, Александр, передаю станцию. Серьёзно? Да. Вы знаете, я звонила в управляющую компанию, и никакой СЭС у нас в доме ничего не травит. Документики есть? Хм, какие документы? Я кому, я таракану буду предъявлять документы? Я в подвале работала. Вы что? Какие документы? То есть документов нет. Дайте-ка я посмотрю вот эту вещь. Ой, да, посмотрите. За сколько она вам это продала? За 500 рублей. За 500 рублей. Да. Отлично, дорогая. Вы знаете, сколько это стоит? Так, это не вам. Это какое-какое ваше дело? Он эффективный. Я это говорю, что он эффективный. Так, ладно, всё, я пошла. Куда вы пошли? Я сейчас позвоню в полицию. Ну что? Куда вы пошли? И что? Звони в полицию. И что? Звони обязательно. Я продаю, она покупает. Всё. Так, всё, до свидания. Тихо, 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 тихо. Да что такое? Я не поняла. Это у нас девушка в полицию собирается звонить, а я-то не буду. Я-то знаешь, куда позвоню? Ну? В службу безопасности управляющей компании. Так что вот так вот, дорогая моя, никакой полиции тебе не будет. Сейчас позвоню, приедут ребята и с тобой разберутся. Так, ну ладно. Спокойно. Ну ладно, да. Ты же хотела, ты же такая на коне была. Ну всё. Спокойно. Так, всё, всё. Деньги верни женщине. Ну? Вежливо. 500 рублей. Ой, спасибо вам большое. Ну всё, всё, я пошла. Нет, дорогая моя, не всего. Ну что ещё? Сейчас мы пойдём по всему подъезду и вернём деньги всех, кого ты кинула. А я тебе ещё и провожатого дам сейчас. Миша, поднимись, пожалуйста. Миша, короче, вот эту мадам вместе с ребятами и с Лизой по квартирам, она тут три или четыре подъезда уже ошкурила. Надо деньги людям вернуть. А вот теперь пошла, давай. Да, кстати, постой-ка, ну-ка быстренько жилетку сюда, давай, чтобы людей не вводить в заблуждение. Давай, давай. Жилетку свою? На, на. Тихо, тихо, без эмоций. На, на. Так, и свои вот эти... Отдай, рюкзак отдай. Давай, давай, свои вот эти гели или что там у тебя. Давай сюда. На. Всё, нету. Всё. Вперёд, вперёд, вперёд. Возвращаем деньги. Женщина, ну как же вы так-то? Ой, да я поверил, правда, я думаю, правда, она СС, и думал, что она правда. Да какой она СС, это прохиндея. Да? Они вешают лапшу на уши, ходят по квартирам, предлагают, чёрт знает чё, то какие-то газоанализаторы вот продают пенсионерам, то там фильтры для воды. Да, 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 точно, точно. Ну так же нельзя. Ой, спасибо вам, что хоть сказали вправду. Всё, теперь больше уж буду бдительней. Будьте уж, пожалуйста, поосторожнее. Да, конечно, конечно. А если вот такие вот появятся у вас на пороге со всякими предложениями, вы их прямо с ссаной тряпкой. Ой, конечно, я уже их выводу. Всё, всё, больше не буду. Всё, будьте осторожны. До свидания. Всё, ребят, поехали. Так, а где помойка-то здесь, интересно? А вот есть. Знаете, сколько сейчас, вот в эту минуту, по квартирам ходят таких прохиндеев? Да сотни, если не сказать тысячи. И ведь нельзя по закону их остановить. Потому что слышал, что она сказала? Я продаю, а вы покупаете. И это ваши проблемы. Так вот, может быть, вы будете задумываться, прежде чем вы будете открывать дверь незнакомцам и чехлить им деньги. Существуют люди, которые хотят жить за счёт других. Уничтожить их можно только тем, что вы будете вовремя знать об их уловках и не вестись на все эти истории. Вот, например, Лиза. Она не пожалела собственного времени. Она даже немножко рискнула и вступила в противодействие мошеннице, да? И спасла не один десяток своих соседей. И когда таких людей, как Лиза, будет больше, тогда мошенникам будет нехрен ловить. Вот как-то так. Со мной в блоге связалась девушка Зина. Утверждает, что какой-то сиделец, якобы заключённый, вымогает у её подруги деньги. Вымогает постоянно, давит на жалость. А тут недавно взял у неё крупную сумму денег и растворился. Вот так. Это Ксения, видимо, сама то ли стесняется обратиться напрямую, то ли просто влюблена и у неё как-то мозги отключились. Короче, я еду в цветочный магазин. Там работают эти подружки. Хочу с ними пообщаться. Возможно, успокою и решу их проблему. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Девочки, здравствуйте. Здравствуйте, Влад. Ксюха, познакомься, это Влад. Вот он специально для тебя сюда приехал. Давайте-ка вы мне расскажете, что у вас там произошло. Давайте лучше я расскажу, Ксюха. Расскажу всё подробненько. Со мной в блоге связалась девушка Зина. Какой-то сиделец. Вымогает у её подруги деньги. Давайте-ка вы мне расскажете, что у вас там произошло. Давайте лучше я расскажу, Ксюха. Расскажу всё подробненько. Так вот, на Ксению в Ксении вышел один мужчина. Ну, на фотке очень даже симпатичный. Красавчик такой. Да, красавчик. Его зовут Роман. Да, вот, Роман. Он сразу начал, вот, у Ксюши деньги просить. А с какого перепугу он просит так деньги? Ну, то на еду ему надо, то на куниво. Это что такое? Что за мужчина, что за кавалер такой? Говорил, что жена его бросила, ему нужна помощь. Просто он мне сказал почти сразу, ну, через неделю общения, что он сидит в колонии-поселении под Перми, но его просто подставили, он был бизнесменом, его подставили конкуренты. Он человек хороший, он очень отчитанный, мы с ним о поэзии говорили, я вообще стихи пишу, он мои стихи почитал. Да это просто ты, дурочка, вот что я хочу сказать. Так вот, однажды Рома прислал Ксюхе мелодию. Так. Сказал, вроде бы как увлекся в колонии написанием музыки, и стихи Ксюхи идеально подходят под ее мелодию. Романтично, романтично. А потом он ей прислал фотку свою с каким-то известным певцом в облику. А этот певец типа у него в колонии выступал. Ну, бывает такая история. Ему дал послушать свою мелодию на стихе Ксении. И певцу очень понравилась эта мелодия. Он попросил Рому, значит, продать ему эту мелодию. Так. Вот. Ну, вроде как Рома Ксюхе написал, что... Он попросил, он обратился с просьбой ко мне. Он же сам не может из колонии зарегистрировать. Он попросил меня зарегистрировать на себя авторское право, на эту мелодию. Да. Так, с этого момента поподробнее. Вот смотри, Светлана. Я зарегистрировала мелодию. А на кого вы зарегистрировали мелодию? На себя. На себя. Угу. Понял. У меня есть свидетельство. То есть вот это агентство по регистрации авторских прав приняло эту мелодию, обозначило ее как оригинальную? Да. Ага, вот это уже интересно. Так, дальше. Он боялся, Рома боялся, что певец вымой с оплатой кинуть. Да, он боялся, что певец, если вдруг захочет эту песню исполнить без оплаты, то агентство сразу снимет с него эти деньги. Понятно. Так, дальше. Дальше он сказал, что... Он сказал, что он отсидел две трети срока, что он подал заявление на условно-досрочное освобождение и попросил у нее в долг 200 тысяч рублей. Понятно. У него адвоката выйти на обслуживание... И вы дали ему эти деньги? Она даже мне ничего не сказала, побежала в... Который там 2% берет в день, представляете, вот под эти деньги. Ну, так мне бы не дали... И отправила этому Роману. На карточку. На карточку. То есть вы считаете, что за забором люди спокойно пользуются банковскими картами, да? Я не знаю. Не знаете. Ну, отправляете. Я позволю себе угадать. После того, как он получил 200 штук, да, он растворился, да? Ну, возможно, что он занят был... И профиль... И... Да. То есть вы считаете, что тут какое-то недоразумение, да? Конечно, да. Он же мне мелодию подарил, я же на себя зарегистрировала. Это разумение. У меня есть знакомый адвокат, он мой бывший одноклассник. Вот я Ксюху к нему сводила. И мы вместе выяснили, что, оказывается, нет никакого вот в этой колонии под пермию заключенного с именем Роман, как его... Это же ничего не значит. Вот, представляете, она все верит. Так, ладно, девочки, давайте-ка я итог подведу. Все, что я сейчас выслушал, будешь меня простить, пожалуйста, на самом деле с самого первого момента вас разводил вот этот Роман. Ну, во-первых, есть такой термин, называется заочница. Вот вы прям вот подходите под этот термин. Есть такие люди, сидят за забором, разводят всяких девчонок, чтобы они им там денежки отправляли на курево, там, на еду. Он просто ждал удобного момента для того, чтобы взять денег побольше, все, и перекрылся. Все умножил на ноль. Но она не верит. Она думает, что у нее все хорошо, что... Да ничего у вас нехорошо. Девочки, вы даже себе не представляете, как дорого обходится ваша наивность. Вы понимаете, как дорого обходится ваша доброта вот к этим людям. У них-то совесть и в общении. Да нет, он же мне подарил мелодию, как он мне доверился. У людей вся такая жизнь. Ну вот это, к сожалению, к сожалению, вот это единственное, что выбивается из общей такой конвейерии. И того, что идет просто развод на бабки. Ладно, я помогу вам. У Зины есть мой телефон. Отправьте туда, первое, номер карты, куда вы отправляли деньги. Второе. Есть у вас, сохранилась фотография, где он с этим певцом? Я сохранила фотографию. Значит, отправьте мне, пожалуйста, фотографию, где он с певцом. Третье. Значит, вы зарегистрировали мелодию. Если есть связи с этой регистрацией, просто копию киньте мне на мессенджер, чтобы просто перед глазами... Я могу сфотографировать? Отлично. И, собственно, сама мелодия. Пришлите, пожалуйста, тоже мне. Хорошо. Значит, все это высылайте мне прямо сейчас, для того, чтобы я поработал с информацией. И будут у меня новости, я, конечно, с вами свяжусь. Я очень хочу узнать, да. Хорошо, Влад. Влад, будем ждать. То есть это сто процентов? Меня обманули? Ксения, я вот удивляюсь, что вы поняли только сейчас. Собирайте все, всю информацию Зина, и отправляйте прямо сейчас. Девчонки прислали мне все, о чем я их просил. И номер карты, куда Ксения отправляла деньги. И фотографии этого романа с известным певцом. И, собственно, мелодию с копией свидетельства о регистрации авторского права. Именно мелодия может вывести нас на этого романа. Знаете почему? Потому что если агентство по авторскому праву зарегистрировало эту мелодию, значит, она оригинальная. То есть это либо человек сам ее написал, либо где-то ее украл. Но в любом случае, найдя мелодию, мы, по крайней мере, найдем концы на этого человека. Короче, в моей орбите есть один музыкант. Ну, такой еще, старой формации. Все про всех музыкантов знает. Поэтому я отправил ему эту мелодию. И сейчас позвоню, попрошу, чтобы он мне как-то разузнал, выяснил всю информацию о человеке, который мог эту мелодию написать. Леонид, здорово, это Влад. Ну, Влад, здорово. Че, ты в такой разе-то совсем? Лень, ну я же не знал, что ты так встаешь поздно. Ну, я же по ночам работаю. Прости, дорогой, прости, пожалуйста. Слушай, я тебе отправил одну мелодию. Посмотри ее, пожалуйста. Точнее, послушай. И подумай к вечеру, а можешь ли ты мне найти концы? Откуда все это? Кто это мог написать? Кто это использует? Расскажи про нее все, что знаешь. Ну, хорошо, хорошо, сделаем. Подъезжай вечером, я тогда покопаюсь в интернете. Все, спасибо тебе заранее. Давай. Давай до вечера. Пока, давай. Бонжоро. Бонжоро. Сколько лет, сколько зем. Давненько мы не виделись. Слушай, ну, да, что-то дела, я замотался. Лень, сделал, что я просил? Ну, сделал, но ты мне, конечно, задачку задал. Я весь интернет перелопатил, старик. Чего, никак, да? Ну, понимаешь, известных людей найти достаточно просто. Ну, а когда человек совершенно, как музыкант, совершенно неизвестный, но нашел. Нашел? Нашел, да. Делись. Вот, смотри. Ребята молодые, но у них есть уже, есть свой сайт. Вот эта группка. Вот такая, кавер-группа такая вот. Обалдеть. Да. Координаты их, телефон, все вот, в общем-то, есть. Ну, что за группа-то, не узнавал? Ну, как, ну, мелкая кавер-группа. На свадьбах, на корпоративах играет. Что стоит-то? Десяточку. Евру, что ли? Да что ты, рубли. Да ладно. Так, дай-ка я полистаю контакты. Так, Кирилл, менеджер группы и телефон. Дай-ка я ему позвоню сразу. Давай, позвоню. Десять тысяч. Да. Восемь девятьсот шестнадцать. Восемь восемь три. Так. На Ксению вышел один мужчина и попросил у нее в долг 200 тысяч рублей. Он сидит в колонии поселения. Увлекся в колонии написанием музыки. Он попросил меня зарегистрировать на себя авторское право. Слушай, я тебе отправил одну мелодию. Кто это мог написать? Мелкая кавер-группа. Дай-ка я ему позвоню сразу. Алло. Алло, это Кирилл? Да, да, это я. А, здравствуйте. Я бы хотел вот заказать у вас группу у нас на корпоратив. Очень уж моему руководству нравится ваша команда. Вот, можете подъехать? Сегодня я, к сожалению, не могу, потому что у нас репетиция вечернего концерта. Можем обсудить послезавтра. Слушайте, я не могу послезавтра. У нас, короче, планируется юбилей торговой компании. Это будет где-то через неделю. А договориться об условиях, о цене, ну, можем только сегодня, потому что я вот ближайшие несколько дней буду зажать. Вы знаете, можете в часикам к восьми подъехать на третий проезд. Там есть кафешка напротив нашей реп точки. Назвать? Отлично. Отлично, знаю это место. Подъеду. Все, тогда до восьми вечера на связи. Договорились. Ага. Вот. Слушай, спасибо тебе огромное. Всегда рад помочь. Давай, успехов тебе. Счастливо. 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 Так, а вот она, эта кафешка. Все, паркуемся. Так, что за чувак, мы не знаем, поэтому никто никого не шокирует. Я пойду без камер с барсиком. Да, и еще. Если получится там через окно стрельнуть, будет здорово. Кирилл? Да, это я. Здорово. Вот, это я тебе звонил. По поводу концерта, да? Кирилл, расстрою тебя. Не будет никакого концерта. Не буду я заказывать ничего. Я совсем по-другому вопросу. Я хочу с тобой поговорить по поводу одной мелодии. По поводу какой? Короче, я у тебя на сайте вот такую вот мелодию. Ну, это наша музыка. А кто его написал? Серега, бас-гатарист. Что за Серега? Он с вами там в группе или что? Ну, он месяц назад где-то ушел, так как звезду словил, забухал. Важный концерт нам что-то сорвал. Начал говорить то, что якобы двойной гонорар просит. И, по-моему, он один такой весомый в группе. Ну, бывает такое, что. А сейчас я тебе вот такую вещь скажу. Эта мелодия принадлежит теперь на основании свидетельства о регистрации вот этой девушки. А кто такая эта Ксения, понять не имею. То есть ты ее не знаешь? Первый раз вижу. А как ты думаешь, почему Сергей взял и оформил эту мелодию на другого человека? Ну, что он хотел таким образом нам отомстить. Передал права своей подруге. Вы что, ссорились или что происходит? Ну, я говорю, месяц назад он начал, то есть, орать в коллективе. Типа, вот я, я, короче. Короче, без причины взял вот так вот и сделал. Да, ну, у него и забав крышит на самом деле. Был какой-то конкретный пример или что? Ну, у нас раньше была девушка, солистка в группе, Алина звать. Ну, они мутились с Серегой. Мы, короче, выступали в кабаках, клубах, ей все нравилось. Ну, она мечтала, как бы, о олимпийские, лужники и так далее, и так далее. Ну, все бы ничего, потом она нашла себе папика побогаче, кинула его. И после этого Серега сам не свой. Ну, он, видать, сник, короче, и в штопор ушел, видимо, да? Да. Я знаю, что я хотел тебя спросить. У тебя фотки этого Сереги нету? Есть, сейчас покажу. Вот Серега. А ким, не на телефон ее? Лави. Ага. Где его сейчас найти-то можно? Ну, последний раз он жил на 2Б. Сейчас, погоди. 2Б. Квартира? Не знаешь? Квартира, третий подъезд. А телефон у нее? Ну, я не знаю. Я ему звонил, трубку не берет, но записывай. Может, ответит. 8, 925, 515. Слушай, я хотел бы спросить, можешь мне отдать контакты Ксении? Просто хочу обсудить с ней все детали по музыке. У нас просто концерт намечается, а трек у нас один из топовых. Он, видимо, решил нам так отомстить, отдал себе права на музыку. Знаешь, что, Кирилл, я тебе скажу. Я думаю, что у тебя с этой девушкой как-то получится договориться. Просто вот это не сейчас. Мне надо кое-какие вопросы там уладить. А номер-то можно это? Пока не могу. Дай мне время, я сейчас с ситуацией разберусь. И через какое-то время я вас соединю. Я думаю, что у вас получится договориться. Хорошо, тогда буду с тобой у нас ездить. Все? Все. Давай. Будет еще у тебя концерт. Ну что, хоть какой-то результат уже есть. Короче, автор этой мелодии некий Сергей, бас-гитарист вот этой вот группы. Фотографии этого Сергея у меня есть. И это ничего общего не имеет с Романом Грушницким. Скорее всего, этот Сергей есть мошенник. Использовал просто фотографии какого-то смазливого паренька. Ну, именно так и делают все мошенники. Ну, во-первых, чтобы не палиться. А во-вторых, вот выбирают такие смазливые рожицы, чтобы понравиться наверняка девчонкам. Короче, путь такой. Так, секунду. Рацию верни, промазон. Извини. Извини. Миха, Миха, выйди на связь. На связи, Влад. Я тебе на телефон скинул фотографию Сергея. Он и есть, наверное, объект. И его адрес. И с сегодняшнего вечера установите за ним наблюдение. Куда ходит, чем занимается, вообще чем дышит человек. Принято, получили. Ну, вот так. Делка пошла. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мои ребята уже несколько дней следят за этим Сергеем. Сергей ведет крайне замкнутый образ жизни. Выходит из дома только в магазин для того, чтобы купить, пожрать. И бухла. Вот как-то так. Я размышлял по поводу Ксении. Она дала мне номер карты, на которую она перечисляла деньги. Так вот, Ксения не смогла выяснить, кто же получатель денег. Ну, не высветилась у нее в банковском приложении. А вот я пошел другим путем. Я для начала отправил десятку на эту карточку. Карточка деньги приняла. Это говорит о чем? О том, что карта абсолютно живая. Но фамилия и имя действительно не высветилась. Тогда я сделал следующую историю. Забил номер карты в поисковик. И мне высветилось название банка. Банк не крупный, поэтому, видимо, и не высвечивалось имя отчества владельца. Я потратился и открыл карту в этом банке. После чего, честно, еще разок перевел денег. Еще 10 рублей. И четко выяснил о том, что получатель денег некто Альберт Викторович Г. Ну, ни разу не Роман Грушницкий. И уж тем более не Сергей. Это, скорее всего, просто дроп. Кто обычно подписывается под тем, что он становится дропом? Да, скорее всего, алкаш. Поэтому нужно было что-то сделать. Надо было сбить им клею их схемы. И я сделал следующую историю. Я позвонил в банк и попросил перевезти на службу безопасности. И сказал, что нашел карту вот с таким-то номером. На что мне сказали, о, срочно занесите эту карту в любое отделение банка. Но на всякий случай мы ее заблокируем. Я больше чем уверен, что я для этого Сергея устроил определенный кипиш. На связи, Миша. У вас тут Сергей с квартирой вынесет, как ошпаренный. Мы его ведем. Все, ведите его, я скоро буду с вами. Ну вот так. Угадая с первого раза, куда ломанулся этот Сергей. Более чем уверен, что у него на телефоне стоит СМС-оповещение о том, что карта заблокирована. Так что допиваем кофе. Едем в адрес. Привет. На связи. Сергей только что встретился с алкашом, и они вместе зашли в отделение банка. Камера работает внутри, видео отправляем тебе. Отлично. Сейчас остановлюсь где-нибудь, посмотрю. Так, давай-ка клеим видос. Ну вот так вот. Видимо, уловка сработала. Карту заблокировали. А разблокировать ее можно только с помощью паспорта. Вот мы всю эту ситуацию видим. Ну что, молодцы. Продолжайте наблюдать, я еду в вашу сторону. Вот, они уже вышли из банка. Лави, видео. Ага. Сейчас гляну. Основная задача оказаться в нужном месте в нужное время, в общем-то, выполнена. Так что людей вот этих двоих-то мы в одном месте и собрали. Вот как-то так. Смотри, смотри. Он, походу, ему кеш чихлит. Этот ему кеш отдал, а тут ему пятерку. Все ясно. Кто на связи? Прием. Продолжайте наблюдение. Короче, проводить этого Сергея. Нужно понять, куда он пошел. И ведите этого алкаша. Я уже практически в вашем районе. Ясно сделаю. Так, а мы как раз позвоним Ксении. Ксения, приветствую, это Влад. А, да. Ксения, ну я нашел вашего Романа. На самом деле, никакой он не Роман, а Сергей. Ну что, желаете с ним встретиться? Есть что ему сказать? Да, конечно, есть. Ну вот и славно. Тогда вам нужно очень быстро оказаться как-то у метро. Не страшно, не страшно. Постарайтесь побыстрее. Хорошо, я попрощу Дину, она где-то дома дождя, она мне откажет. Ну и здорово. Все, тогда вас заберут и привезут уже на точку. Хорошо, спасибо. Все, до встречи. До свидания. Кто на связи? Да, Влад, прием. А что там происходит с нашим алкашом? Зашел в винный магазин, совершает покупки. Просто прогнозируемый маршрут. А скинь мне адрес магазина, я уже практически по району еду. Делается. А вот и наш Альберт. Здорово, Альберт. Здорово. Ну что ты, куда ты? Чего напугался-то? А что? Ну что ты, давай поговорим с тобой. Да погоди, да что ты? Ну что? Да что? Ну а что ты ломишь-то? Я хотел поговорить с тобой. Ты ведь в праздники спойм. А, алло, а ты кто-то? А что кино какое-то? Ну что это? Что за камера? Давай, тихо, тихо, тихо. Быстренько приходим в себя. Все, готов поговорить? Все, хорош, хорош. Все, готов поговорить? Я готов поговорить. Короче, идем. Короче, дружок, послушай. Чувакам покупать. У меня там братва праздника ждет. Ты видишь, что ты наделал, чувак? Будешь говорить, спрашиваю или нет? Уже достал меня. О чем говорить-то? Вот теперь послушай меня. Рай твой кончится буквально через пару дней. Знаешь почему? Потому что по тебе плачет давно уже полиция. Ты не в курсе? Ты сейчас деньги, деньги с банкомата снимал чуваку Сергею. Снимал? Так вот денежки, которые он тебе перечисляет на карту, ворованные. А поскольку карточка твоя, твой вот этот рай со стыканами закончится через пару дней. Сейчас тебе домой у тебя явятся и заберут тебя, а за забором не бухают. Понял? А че разговаривать? Че надо-то? Ну вот так вот, вот получше уже. Короче, Сергей, где этого взял? Че ты с ним делаешь? Сергей? Который карту, с карты деньги снимал. Рассказывай, давай уже. Здесь живет, рядом, познакомились тут, в магазине. Ну и... Попросил он меня карточку в форме. Ну надо чуваку, ну там свои проблемы у него. А мне какая разница? Альберт, а ты че, сердобольный, что ли? Пятерку себя куда-то, пятерку скидывать в месяц, меня устраивает. Ну понятно, но я тебе проблемы уже обрисовал, так что скоро твоя история может закончиться. Давай-ка ты мне этого, Сергей, покажешь, где живет. А я тебе подскажу, как от проблем от твоих избавиться. Можем, можем. Давай-ка, бросай-ка эту мусорку, все равно разбил. Давай, ну туда скидывай. Надо новую купить туда. Поговорим потом, давай, скидывай. Пошли, давай, давай. Там еще одна целая. Давай. Сюда, садись. Садись на переднюю. Да. Ремень пристегивай. Давай, короче, пока едем, придумай что-нибудь. Надо, чтобы дверь открыл. Да, давай, пойду. Так, Алик, куда сейчас нам? Ну сейчас так же, да, налево. Чуть-чуть вперед. Покажу. Хорошо. Влад, Ксения забрали в метро, везел в Адрию. Отлично принял. Вот этот вот? Пойдем. Ну давай, иди. Я бы хотел вот заказать у вас группу у нас на корпоратив. Кто ее написал? Серега, бас-гитарист. С сегодняшнего вечера установите за ним наблюдение. Вы куда деньги-то отправляли? На карточку. Кто обычно подписывается под тем, что он становится дропом? Да, скорее всего, алкаш. Будешь говорить, спрашиваю или нет? Уже достал меня. Пятерку накидывать в месяц. Меня устраивает. Надо, чтобы дверь открыл. Давай, пойду. Послушай, Али, короче, это в твоих интересах, чтобы он тебе поверил. Сделай так, чтобы он поверил. Открыл дверь, а я у тебя на плечах войду. Вот и вся история. Попробовать можно, попробовать можно. Ну вот и пробуй. Какая квартира, покажи. У тебя открыто всегда. Все, давай. Серега, это я, короче, Альберт. Ну и что ты пришел? Слушай, короче, газяк такой выручай. У меня пятерку сдюзнули, короче. Денег вообще... Ну денег, да, чуть-чуть, очень... Ну я вообще... Ну денег, ты уже достал. Ну вообще денег у меня сейчас нету. Хотя бы что-то, потому что по-другому мне никак. Ну войди в положение. Я не знаю, я тебе могу в комнату. Если ты не дашь, я говорю, карту закрою. Тогда мне какой с нее прикол рожжет. Ну что, следующий дам тебе? Что, следующий? Давай так, да. Следующий за счет того, что... Все, Алекс, спасибо. А вы кто такие? Че тебе надо? Сейчас тебе... Да ладно ты, че ты. Кто такой, блядь? Да хорошее. Ну-ка, тихо, дыши. Ну что, такие? Тимуровцы мы. Какие Тимуровцы? Тимуровцы. Задел. Заступнице. А за Ксюшу? Ты еще гонишь, что ли? Какая Ксюшка? Да, был Ксюш. Серьезный, что ли? Да. Да бурзый, как-то. Слушай, что делаешь? Слушай, гости камеры. Гости камеры. Че делать? На связи. Ксения подъехала, поднимаем ее в квартиру. Да, спасибо. Ну это зачем мне это? Дали. Че, давай так Ксению подключать, приглашать. А ты как хотел, по башке тебя погладить? Да уже не погладил. Не пугайся, Ксюша. Здравствуйте. Здравствуйте. А кто это? Говорили, что будет роман. Ну что, давай знакомиться. Знакомиться, личико подымай. Вот это и есть роман Грушницкий, который на самом деле у нас Сергей, да? Давай, рассказывай. Ну а что рассказывать, эти снимают, рассказывай. Короче, сделал поддельную страницу в интернете. Доходил смазливых девчонок, лохушек. Присылал им сообщение, что якобы сижу в тюрьме, якобы, что я там рок-музыкант. Как я отработал ее? Сыгрот закрой. Вот так вот, Ксюша, не расстраивайтесь, все хорошо. Ну что, животное, деньги надо возвращать. Ну это понятно. Бегом думай, что, отоварить, что ли, тебя? Да уже отоварил. Сейчас, конечно, вернут деньги. Ну хватит уже снимать, чего там этих? А музыка-то хоть твоя? Конечно, моя. Ну и что, другого применения и не нашлось? Да ладно ты-то. Как разводить. Где взял? Туда и отдавай. Здесь не все, здесь 170 тысяч. Это несерьезно. Она деньги где взяла? Она пошла в микрофинансовую организацию и взяла под 2% в день. Ты не знал об этом? Волохота. Для тебя игра, а она-то по-настоящему. Волохота. Короче, 250 косарей, понял меня? 80 тысяч, сейчас добавишь. Сиди, репу чеши. Пока думаешь, гитару заберу. Сколько будет стоить? Ты что, будет стоить? Эй, эй, эй. Все, я сказал, сидеть. Хорошая гитара. Хорошая гитара. Да что ты снимаете-то меня, я не знаю. Хорошая гитара, да что ты, 80 тысяч ты... Короче, найду я 80 тысяч. Давай, биф. Алло, алло, братан, слышишь, короче, залет у меня по моей теме. В общем, короче, нужно срочно, срочно, высылай мне, да, 80 рублей, 80 косарей. Да, высылай. Все, все, короче, потом, потом я расскажу. Давай, все, давай. Сюж, давайте, там номер карточки, там телефон. Хоть не по номеру телефона, можно? Давай, диктуй. 926-331-20... Так. Все, переводи. Все. Смыска еще не пришла? Уже и деньги все снимаются. А, да, все есть. Короче, так, дружок. На меня смотри. Еще раз увижу тебя в сети с такими заходами. Понял меня? Приеду от товара, мало не покажется. Уже разговоров не будет. Все, суши штаны. Все, ребят, поехали. Еще раз спасибо вам огромное. Без вас бы ничего не получилось. Слушай, на самом деле я хочу вам кое-чем помочь. У меня тут телефончик есть, одних ребят. Запишите к себе, может пригодится вам. Короче, Кирилл это музыкальная группа, а он ее руководитель. Ему очень понравились там ваши стихи. Вот. И, кстати, можете посотрудничать. И они заинтересовались правами, которыми вы сейчас обладаете на мелодию. Да, записываю. Вот записываю. 8-926-137. Просто скажите, что вы от меня. Я думаю, у вас получится посотрудничать. Ну и впредь будьте осторожны. Кстати, у вас на руках крупная сумма. Ой, да, точно. Давайте мой помощник сейчас добросит вас до дома. Миша, выйди на связь. Миша, а довезите, пожалуйста, Ксению домой. У нее деньги на руках. Да, приезжаю. Сейчас он подъедет. Я даже не знаю, как вас благодарить за все. Просто будьте осторожны. Для меня лучшая благодарность, это если вы не будете попадать в такие истории. До свидания. Все, счастливо. Так, ну что, и мы поехали. Да? Можете автограф оставить, пожалуйста? И тут вы стояли, ждали, пока мы распрощаемся. Да, конечно. Не стоит. Есть другая штука. Лучше, чем вы думаете. Мы все ваши передачи смотрим. Это хорошо. Было бы полезно для вас. Для нас уже полезно. Вы нам очень помогли своими передачами. Как вас зовут? Андрей. Андрей. Спасибо вам большое. Спасибо за вашу передачу. Пожалуйста. Всегда рад. До свидания. Когда я был помоложе, я прочитал одного автора, который сравнил женщину с хорошо настроенным роялем. И мужчина, играя на клавишах, вызывает у нее целую гамму чувств. И даря свое чувство ей. Иногда я смотрю на наших женщин, и мне кажется, что вы рояль без крышки. Вы позволяете все, кому не лень брянькать по этим клавишам, вызывая самые ужасные чувства. Вас разводят на любовь. Вас разводят на жалость. И вы даете деньги. Может быть, хватит? Может быть, нужно немножко закрыться? Интернет может быть неплохое место для поиска знакомств. Но это не самое лучшее место для того, чтобы выбрать родного человека. Вы хотя бы встретьтесь с ним. А уже потом принимайте решение, что это ваш человек. Короче, будьте осторожны вы. Жизнь-то у вас одна. Жизнь-то у вас одна.